Такой масштабной реконструкции пошта чекала уже давно. Она открылась в 1980-м году. С того часа сургёз на гарамонду не проводили ни разу. Зараз тут обновили фасад-будынку, провели полную модернизацию рабочих помешканев и зал для обслугования наведельников. Сколько из проценных мест у операторов повеличилось до пяти. Створно особное окно для работы с корпоративными клиентами. Модернизация дозволила зарабить обслугование людей больше худким и эффективным. Меньше стали очереди, потому что больше добавилось вот этих касс. И больше ассортимент стал вот на почте. Посмотрите, сколько всего стало нового, аккуратно, чисто, всё. Больше приемной и изрушенной стала так сама работа самих супрационников в узла Сувиди. У Першинюн заявились особные помешкания для работников операционных отделений и покоят подшинку. Кошт проведенных работ скло 5,5 миллиарда рублёв. За неполных три месяца мы провели полную модернизацию фасадов здания, заменили оконные блоки, перекроили служебные производственные помещения первого этажа, провели в них ремонты, полностью сделали ремонт в отделении почтовой связи и установили новую мебель. Кроме того, благоустроили территорию и привели в соответствие к существующим стандартам системы тепло- и электроэнергии. К слову сказать, только по теплоэнергии мы получим экономии больше 30 миллионов в год. У одновленном отделении новые формы работы с клиентами. У День открытия тут одразу проводят акцию «День шатача», у делу якой примают простовники республиканских и гомельских периодичных выданий. Тим, кто оформляет подписку на газеты и часописы, печатное выдание у подарунок и у делу беспроигрышной лотереи. Настасья Кучинская, Михаил Рабкоут, телерадиокомпания «Гомель».